всем привет меня зовут надежда и я рада приветствовать вас на своем канале зеленая жизнь ребята совсем недавно я получила посылку с такими прикольными татэмами которые делают на 3d принтере у меня их два вида побольше поменьше я сегодня хочу сделать посадку которые диаметр поменьше диаметр вот этого тотема есть честно пишу на на экране чтобы вы понимали какой диаметр сегодня я буду использовать так то есть сегодня на своем посадка что я приготовила я приготовила грунт для тотема здесь у меня живой мох а также кокосовые чипсы все это дело у меня увлажненное я скажу вам даже больше она очень сырое как вы видите на столе у меня лежит мой клеенчатый ковричик мой зелененький потому что я понимаю что все будет довольно таки мусором ну по крайней мере пока я буду наполнить тотем а также посмотрите фитилек я замочила я никогда этого не делала но сейчас я это сделала потому что фитиль сам по себе очень плотный и толстый довольно таки я решила все таки его промочить я приготовила уголь я приготовила грунт это домашняя лечу за терапон сверху у нас будет уложена просто лечу за в качестве дренажа я буду использовать пеностекло стекло ну и самое главное ребят самое главное какое же растение у меня пойдет сегодня на этот тотем чик я долго думала серьезно я прям долго думала и я подходила к этому вопросу серьезно вот и я нашла у себя вот такое растение если кто-то помнит в конце мая я получала посылку где у меня пришел вот этот мамы чик это мамы филадендрон он приходил конечно в жутком состоянии также как и там была еще аллаказия мишольца фотографии еще добавлю как это все выглядело при получении также оставлю ссылочку на видео если кому интересно пройдите посмотрите распаковку этого растения но хочу вам сразу же сказать и говорится что за эти растения мне продавец вернула полную сумму денег не полный полную сумму денег вот и мы начали потихонечку дальше расти вот все с ним как видите хорошо то есть выходила вот такая вот посадка была здесь у нас грунт только влагаем вот корешки у нас есть все есть но вот я хочу его поставить на опору я хочу поставить на опору чтобы листья него были к с каждым разом все больше и больше вот как видите у нас пошел как раз новый лист и нужно его сейчас как раз пересадить вот как чувствует себя аллаказия мишольца с ним все хорошо я обязательно ее покажу я думаю что очень скоро я сделаю обзор обзор всех моих аллаказий вот на следующей неделе наверное да на следующей неделе не через десять для нам придет у меня новая посылка там будет две новых аллаказий и на этом в этом году с аллаказиями то есть заказами аллаказий с покупками аллаказий я завершаю поэтому после посылки я думаю что потом сразу же сделаем и обзор полный на 2023 год какие у меня там изменения пополнения и как чувствуют себя новинки ну а также старички и так и так ребята что же я не я же не об аллаказиях у нас же сегодня с вами пересадка давайте займемся с вами уже пересадочкой для начала давайте освободим растение от грунта вот давайте освободим от грунта я выбрала кашпо сейчас я вам его покажу то есть вот такой вот кашпо у меня она большевата она большевата поэтому дренажа здесь будет побольше тем более это закрытая система вот вот но для филадендронов я особо не переживаю что я там что-то залью а тем более он очень любит сам по себе влажный я всегда держу его слегка влажным вот поддерживаю а сейчас за счет того чтобы еще на фитиле у нас опора то вообще по идее знаете смысл такой за счет того что будет рабочая вот это вот тотем рабочий да он же будет рабочий сам по себе он будет как прям сама по себе посадка можно вообще просто следить за тем чтобы ваша опора была влажная чтобы в нее втянулись новые корни и этого в растению тоже будет в разы достаточно я думаю что будет довольно все очень круто почему-то я уверен что все будет хорошо вторую опору которая которая большая я бы хотела в дальнейшем потом использовать именно для монстер то есть когда у меня будет красивая большая монстера вот на нее будет вот такая вот опора так да все хорошо здесь грунт конечно хорошие ничего не говорили много мха все нормально еще бы ему не понравилось тут расти да замечательно как ну там изначально было корни у него хорошо видите вот эти вот корешки вот эти вот они пытаются уйти у нас в грунт таким вот образом так чтобы не было никаких у нас тут загнивание ничего так давайте-ка я возьму полочку мы с вами очистим корневую да вообще сама по себе у них корневая достойная у филадендронов хорошо всегда развита поэтому с большим дренажом такой объем я думаю он нормально быстро заполнит вот видите он очень долго приходил в себя я не скажу что это филадендрон простой сам по себе нет он не особо то и простой честно вам скажу и не особо то он там супер круто быстро растет вот хотя я понимаю вы сейчас скажете на это сейчас дашь ему большой объем и он начнет вот работать корнями а листовая масса у него в ступор станет ну мы же не забываем да что у нас что у нас опора то есть все вот эти воздушные корни у нас на него то не их очень много они по идее должны сразу активироваться влажная опора мух кокосовый чипс боже мой как круто я думаю что все должно быть и тут и там пускай 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 некоторое время он посидит и какой-то листик у него пойдет не совсем там супер огромный но я думаю что потом последующие пойдут у него очень большие я просто видела мамы и вот достаточно я просто видела мамы и пускай уже взрослая там действительно шикарные растения просто есть на что посмотреть листья это что-то это прям что-то ребят сейчас маленько приберу грязновато и продолжим так итак давайте маленько пониже сделаю телефон вот такой вот кашпо да большевата большевата но здесь будет опора дренаж и в общем на вырост на вырост итак ребята это называется нижний стакан то есть нижний стакан сам по себе вот он вот он нижний стаканчик я вам хочу хочу показать знаете что интересно производитель видите внизу вот 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 видите отверстие это сам по себе скажем так защита нашего растения от переливов от загнивания до какого-то то есть вся вода которая будет поступать с верхнего стакана то есть вот с этого стаканчика вот отсюда да мы сюда наливаем воду вот и вся вода которая будет поступать она будет стекать вот сюда в нижний стаканчик вот и за счет того что вот здесь вот сверху видите где высоко отверстие то есть она будет здесь у нас держаться и держаться это наше растение от этого не будет загнивать ну в общем я думаю что вы поняли о чем я говорю говорю вот так вот сверху мы делаем значит наш держатель единственное что по идее так то держатель ну было бы очень хорошо если бы если бы кашпо было чуть-чуть поменьше диаметром да чтобы оно было зафиксировано то есть вот так понимаете да то есть если бы вот так было ну прям вот так вот стояло бы я просто примерила держатель который идет на тотем который чуть больше объема да ну диаметр и оно прям хорошо встает сюда по идее для такого кашпо нужно нужен тот тотем тот но я не хочу тот я хочу этот поэтому я думаю что сама по себе опора закрепиться за счет того что здесь ну просто будет дренаж дренажом и всем остальным то есть сейчас сам вот этот стакан мы тоже должны сделать дренаж и сюда сделаем дренаж то есть с таким вот образом дренаж так теперь смотрите я наверно сейчас вот эти вот разберу потому что нам все равно их набивать составлено это не особо то и удобно так берем наши сети фитилек намочен мы его должны в одну точно уже против для то есть вот таким вот образом то есть фитилек должен у нас быть вот таким вот образом так должен стоять к стенке вам все хорошо видно так и сейчас и сейчас давайте высыпем сюда пеностекло пока вот так пускай все станет я бы сюда бы еще пеностекла бы добавила хотя нет нет не буду нормально все хорошо нормально так теперь мы берем и начинаем заполнять первую секцию как вы думаете одной секции хватит давайте посмотрим если сейчас нам одной секции хватит то мы заполним одну я бы хотела сразу две нет одну мало наверное давайте 2 сделаем а потом уже по нарастающей ну то есть дальше растение начинает расти и естественно мы все это дело дальше дорасчитаем растение пакетик то есть вот он знаете как поднос уберем вот вот для чего я сегодня в перчатках потому что потому что это все сырое сейчас это будет все лететь в разные стороны стараясь маленько перемешать потому что я получается мух наложила сверху тут насыпала потом все это дело так так интересно сильно набивать не надо я думаю берем волшебную палочку и волшебной палочкой все это дело проталкиваю можно было бы допустим вот так 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 можно было бы допустим до сюда в мог вот в этот кстати можно было бы добавить знаете осмокот но у меня нет осмокот для роста у меня только для цветения зачем он вообще сам по себе филу для цветения формула хорошо хорошо тоже ну все что упала в посадку значит упала в посадку еще сверху то есть у меня знаете нет какое в какого-то сейчас формула допустим нас насколько чего я тут добавила да вот как это взяла мха и насколько ты мха сделала допустим кокосовых чипсов не знаю ребят просто на глаз вот у меня как вы видели контейнер и в контейнере такая милая опора получается слушайте как красиво здорово как мне нравится это дело прям нравится так давайте вторую сделаем секцию вот во вторую секцию я продеваю также дальше этот фитиль фитиль длинный да но уже на наращивание стоит уже понимаете что потом в дальнейшем он мне пригодится очень легко и хорошо убирается он в дальнейшем то есть убирается в стакан ну и если нужно стакан убираем фитиль проталкиваем в следующую секцию и все и дальше идет процесс вот то есть он в стакане помещается я только не знаю я вам покажу я вам показываю вроде вроде показывала давайте он так сделает красивый мух такой прям красивый свеженький у меня получается знаете на такую вот на такую опору таким диаметром на одну секцию у меня уход где-то нет по три три раза вот я беру мух видите здесь все очень рыхло все очень рыхло получается да хорошо хорошо так давайте сейчас вниз опустимся вот так ну и теперь давайте я думаю что опора у нас готова да как посчитать я считаю что она готова мы теперь делаем посадку теперь делаем посадку так непосредственно грунт высыпаем устанавливаем растение сейчас примерим посмотрим как это вообще все щедро 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 везде засыпают своим для колодинчиком так вот смотрите в растение вот видите вот с этой стороны много корней вот этой стороной я и поставлю его к опоре так давайте ну вот а что присела присела малышка помните да что у нас с вами есть еще специальные держатели вот такой вот держатель вот здесь у нас отверстие для растения такая скажем так выпуклой то вот вот так видите как он должна держать вообще замечательно хорошо давайте засыпем до конца ну это прям гениальная посадка не то что моя посадка гениально я смысле потому что сама по себе история с этими тотемами я не знаю это прям какие вы молодцы надо отдать должное конечно человеку который все это придумал доработал все наши мысли световодов ну и стильно красиво ребят согласитесь скажите не знаем сейчас скажи доделаешь мы посмотрим стильно или не стильно да красиво или некрасиво я прям так волнуюсь как будто первый раз своей жизни вообще делаю посадку и вам серьезно говорю как я люблю все что-то новенькое пробовать грунта я думаю вполне достаточно вверх полу сейчас будет влечу за делу так давайте приподниму очень легкая воздушная легкая здорово все чудо однозначно много много лечу вообще знаете изначально у меня было желание вообще просто поставить лечу за фон вот лечу за фон потому что есть фитиль и прям думаю блин класс тоже должно быть но потом думаю ладно 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 тут у меня конечно же керамзит попадается в лечу и не только керамзит так чуть-чуть так вот сейчас мы с этой стороны так Так, ребята, полив сейчас будем делать вместе. Сейчас мы поставим верхний. Я сниму сейчас телефон со штатива, чтобы вам было видно, как я поставлю верхний стакан. Нам самое главное, чтобы корешки проснулись и пошли туда. Конечно, листик этот уже старенький, можно было бы его убрать, но я не хочу его убирать. Захочет растение, само уберет. Сейчас у него будет небольшой стресс. После пересадки. И я думаю, этот листик сам по себе отсюда уйдет. И все. Даже вот, ну, уйдет и уйдет. Так, сейчас я тут маленько приберу. И мы с вами будем доделывать. Так, ну вот, ребята. Давайте посмотрим, как это все выглядит со стороны. Я сверху уже поставила стакан. Тут ничего такого замудренного нет. То есть, просто берете вот этот последний, это верхний стакан. Продеваете снизу снова фитиль. Он выходит с этого отверстия. И укладываете его здесь. То есть, в этом стакане. Его прям так и укладываете. Давайте наполним этот стакан водой. Так. То есть, вот таким вот образом. И после этого я буду наблюдать, насколько мне будет хватать воды в этом стакане. Вот так вот. Вот таким вот образом. Сверху мы одеваем такую крышечку. Вот видите, как все. Прям аккуратненько. Ну и, конечно же, проливаем саму посадку. На первый раз все это. Ну и тем, я буду ее потом постоянно проливать, конечно же. Ориентироваться я буду на вес. Понимаете, да? То есть, я буду приподнимать ее. И понимать, нужно полив или нет. Совсем легкое, значит, надо полить. Ну да, совсем легкое филу, наверное, не надо доводить. Он должен всегда слегка-слегка влажный. Вот так вот. Я не боюсь налить побольше. У меня там хорошо дренажа, вы же помните? Там очень хорошо дренажа. Вот, ребята. Вот она моя посадка на татэн. Сделан на принтере 3D. Мне очень понравилось. Я надеюсь, растению тоже понравится. Мы с вами будем за мамычком обязательно наблюдать. Я буду его показывать, как он себя будет чувствовать. И я думаю, через месяц можно уже будет посмотреть, что у него там с корнями. Как они вросли. Ай, я прям вообще, я так довольна. Ребята, я так довольна. Очень нравится. Мне нравится сама идея. Мне нравится, как это выглядит. Мне нравится это в интерьере. Понимаете? Мне нравится. Круто. Очень круто. Вот. Как-то так. Я благодарю вас за то, что вы меня смотрели. Пишите свои комментарии. До новых встреч. И пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...